Главное, что мы с этим и сохранили тот же самый вид из этого дома, и дом сохранили. Вот такая счастливая судьба. И еще здорово, что все-таки, несмотря на то, что дошли сюда немцы, но все воины, которые Россия переживала, все-таки как-то обошли ее. Мы очень рады, что мы уже в третий раз приезжаем в Тихвин, это дом никогда для Черевицкого-Корсакова. Можно было называть это Дни Римского-Корсакова, но мне кажется, все 365 дней годового Дни Римского-Корсакова. Для нас это все-таки фестиваль. Я не буду вам представлять певцов. Я не буду вам представлять певцов. Я уверен, что они подобрали очень интересный репертуар. Самое главное, давайте сделаем это традицией, которая никогда не прекратится. Совершенно разные по размерам сцены, по оснащению, по техническому, совершенно разные сцены. Какие-то декорации мы отменяли, какие-то уменьшали. Например, корабль был немножко другого размера. Очень много проблем было со светом, но у нас были очень грамотные и опытные специалисты. Мы уже знали площадку, знали, к чему готовиться, знали узкие места и буквальном смысле, и переносном. Исполнять его музыку у него на родине, где он родился, вырос и написал три симфонии, 15 опер именно в Сихоне. Это такое замечательное место, небольшое место, где можно по-настоящему творить. Когда он за год до смерти писал свою последнюю оперу «Золотой петушок», он вспомнил этого родного тихинского попугая. И включает в качестве лейтмотива родного попугая. Да. И все опера римского Курсака достаточно сложное. Из-за музыкального рисунка, из-за ритмического рисунка, постоянно гармонические смены. Николай Андреевич берет всегда сложный драматургический материал. Мелитриса была вообще моя самая первая партия, с которой я дебютировала на сцене Мариинского театра. Мариинского театра. Мариинского театра. Что-то пишется, благодаря за сынка богатыря. Для меня это композитор любимый. Невероятные краски, невероятные образы природы. Очень много музыки, которая проникает прямо в душу. Настолько она глубокая, тонкая и вызывает слезы. В принципе, Корсаков уделял большое внимание хору во всех своих операх. В сказке о Саре Салтане хор, наверное, играет, если не важнейшую роль, но одну из главных, как и Мелитриса, как и Гведон, и Салтан. То есть это одна из первых ролей. В хоре здесь использованы не только авторские, так сказать, идеи Николая Андреевича. Он еще широко использовал народные темы, мелодии из детских песенок, такие как «Ладушки, ладушки». «Ладушки, ладушки, земные литвы, бабушки, что ели кашку, что ели кашку, кашка сладейка, да ложка полейка, кашка больно, кашка, жалко нету вас каша». Уже второй год подряд мы посещаем этот фестиваль. Это замечательное событие для Тихвина. Спасибо большое за этот удивительный праздник. Радует то, что, кажется, у нас с вами стало получаться выйти на хороший уровень стабильного и неплохо организованного процесса. Мы будем бывать здесь, даст Бог, на много десятилетий вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова